всем привет друзья с вами сестры давно нас не было на канале и сегодня у нас очень познавательное объемное видео мы покажем вам как сделать такой оригинальный декор из вафельной бумаги как покрыть торт мастикой не классическим способом а также предоставим рецепт ганаша под мастику очень подробно покажем все этапы сборки многоярусного торта и дадим много полезной информации свадебный торт у нас на 4 яруса вес 15 килограмм высота 65 сантиметров без декора и диаметры ярусов 10 14 18 и 22 сантиметра помните для ярусных тортов ни в коем случае не экспериментируйте с начинками не меняйте количество крема и других ингредиентов обязательно нужно использовать только отработанные вами рецепты с перерасчетом на нужный вам вес и диаметр торта чтобы избежать дальнейших неприятностей и быть полностью уверенным в своем торте внутри нашего торта начинка сникерс которые мы отрабатывали множество раз и было съедено нашими семьями очень много тортиков пока мы не пришли к идеальному результату начинаем мы конечно с выпечки бисквитов их мы выпекли около 10 часов назад обязательно помните что торт ни в коем случае нельзя собирать недавно выпекшимся бисквитом его необходимо выпечь накануне охладить завернуть в пищевую пленку и дать отстояться в холодильнике минимум 6 часов и шоколадный бисквит любим готовить на кипятке видео с рецептом такого бисквита уже есть на нашем канале ссылка будет в описании под видео бисквит уже отстоялся и теперь приступаем к нарезанию кстати совсем недавно приобрели вот такой нож струну очень удобно и быстро можно нарезать им одинаковой толщины слои бисквита так что рекомендуем для многих начинающих кондитеров очень тяжело понять в какое время нужно начинать выпечку бисквитов приступать к приготовлению начинок и сборки тортов сколько дать времени торту отстояться перед выравниванием для того чтобы все получилось качественно в описании под видео укажем информацию о том в какое время мы начинаем выпекать бисквиты приступили к приготовлению начинок декора сборки торта выравниванию и и распишем все этапы приготовления по времени итак нарезали бисквит и теперь будем приступать к сборке торта у нас начинка сникерс карамель и ганаш начинку приготовили также накануне вечером ганаш стабилизировался в холодильнике в течение 8 часов и теперь его нужно взбить до пышности и побеления на это уходит около 20 секунд главное не перебить иначе масса может отслоиться при приготовлении такого типа ганаша используем полторы части молочного шоколада и одну часть сливок карамель также была приготовлена накануне вечером и до сборки торта стояла в холодильнике накрытая пленкой в описании под видео оставим ссылку на рецепт и процесс приготовления домашней соленой карамели сейчас приступаем к приготовлению крема готовим крем чиз на сливках на данный торт использовалась 10 килограмм крема и для приготовления берем следующее количество ингредиентов сливки жирностью 33 процента сливочно-творожные крем чиз и сахар также указали вам сколько потребуется ингредиентов на стандартный тортик диаметром 16 сантиметров отмеряем сливки в емкость миксера помните что сливки должны быть холодные иначе они не взобьются добавляем отмеренный сахар холодный сыр и начинаем взбивать сыр мы всегда используем данного производителя мы к нему очень привыкли он нам нравится взбивать можно обычным венчиком но так как у нас большое количество ингредиентов вымешиваем лопаткой если делаете минимальную партию крема можно использовать обычный ручной миксер стандартными венчиками на взбивание крема может уходить разное количество времени время будет зависеть от мощности миксера плотности сыра количестве ингредиентов крем должен получиться вот такой плотности и однородной консистенции приступаем к сборке торта ярусные торты всегда собираем на подложках из пеноплекса или пенопласта считаем что такие подложки самые безопасные для транспортировки ярусных тортов для данного торта мы приобрели уже готовы вырезаны в нужном диаметре пенопласт толщиной 5 сантиметров и приклеили двухсторонним скотчем сверху и снизу подложки из ламинированного двп подложки из двп с уже проделанным отверстием по центру для основной оси мы заказываем в инстаграме у мастеров по дереву это очень удобно и всем рекомендуем тоже так делать а пенопласт различного диаметра можно приобрести в кондитерских магазинах но к сожалению не всегда он есть наличие и поэтому иногда вырезаем самостоятельной подложки из пеноплекса у нас на канале есть подробное видео о том как мы сами делаем подложки из пеноплекса ссылка будет в описании под видео также нам понадобится деревянная основная опорная ось опорные палочки которые будем вставлять для поддержки между ярусами и подложки из двп под каждый ярус ось мы отмерили нужного размера и теперь такими вкручивающими движениями вставляем в пенопласт до упора как правильно посчитать высоту оси она должна быть равная высоте всех ярусов и подложки минус 7 10 сантиметров то есть если высота всех ярусов с подложкой 50 сантиметров ось нужно отрезать около 40 сантиметров так чтобы в итоге она входила на половину или чуть меньше половины последнего яруса это нужно для того чтобы при сборке торта центральная ось не испортила верхнюю поверхность последнего яруса отрезать я деревянную ось можно при помощи ножа пилки очищаем поверхность подложки и оси спиртом и приступаем к сборке торта нижний ярус сразу будем собирать на основании подложки данный ярус нужно обязательно установить ровно по центру для этого делаем дырочку по центру бисквита чтобы это выполнить можно сделать как мы взять подложку ровную диаметром бисквита с уже проделываем от отверстием по центру положить на бисквит и вместе отверстия сделать дырочку при помощи коктейльной трубочки либо же просто отмерить центр при помощи линейки на низ подложки наносим крем для сцепления бисквита и подложки насаживаем бисквит в уже проделанную нами дырочку и таким образом бисквит лежит ровно по центру подложки если это не сделать будет непропорциональное размещение торта на подложке и смещение всех ярусов в итоге торт получится неровным напоследок проверяем расстояние линейкой чтобы со всех сторон от оси она была одинаковым теперь можно приступать к нанесению крема и начинок вы наверное подумали каким образом мы узнали высоту своей оси если мы еще не собрали все ярусы просто мы уже множество раз делали такие торты и знаем высоту каждого яруса если вы не знаете какая высота получается каждого яруса вашего торта то можно прикинуть приблизительно и уже перед этапом надевания последнего яруса на ось обрезать ее но в таком случае нужно будет помощь других рук чтобы закрыть поверхность торта в то время как вы будете отрезать лишнюю часть оси чтобы опилки от оси не летели на ваш тортик либо же можно собрать каждый ярус по отдельности измерить высоту каждого тортика линейкой отрезать ось и уже приступать к сборке всей конструкции если другие варианты сборки и они принципе все правильные главное найти удобно для себя и соблюдать все базовые правила мы собирали торт различными способами и ссылки на ролики оставим в описании под видео можете посмотреть и выбрать удобный для вас вариант сборки собираем торт вот таким образом не забывайте делать хороший борт крема для любых начинок самом конце сборки оборачиваем торт ацетатной пленкой и прихватываем ее кольцом нижний ярус убираем холодильник и приступаем к следующим обязательно собираем каждый последующий ярус на отдельной плотной подложки мы используем подложки из двп в данном случае у нас ламинированная подложка из двп перед сборкой обязательно не забывайте обрабатывать поверхность подложки спиртом или водкой толщина таких подложек около 3 миллиметров и диаметр равен диаметру бисквита плюс-минус 0 5 сантиметров и так собрали все ярусы отдельно убрали их в холодильник и теперь ждем пока торты пропитаются и хорошо склеятся на это уходит минимум 8 часов мы обычно делаем процесс вечером ночь торты стоят в холодильнике а утром приступаем к выравниванию и сборку всей конструкции и так торты хорошо отстоялись и охладились и теперь приступаем приготовлению ганаша под мастику нам понадобится полтора килограмма шоколада содержанием какао масло 56 процентов и мягкое сливочное масло 750 грамм пластмассовой емкости в микроволновке топим шоколад импульсами либо на водяной бане в микроволновке шоколад топим очень аккуратно так как легко перегреть периодически достаем и помешиваем для чего вообще в данном торте нам нужен ганаш условием заказчика была возможность нахождения торта длительное время без холодильника в зале при комнатной температуре для этого торта и лучше всего покрывать мастикой а под мастику необходим слой шоколадного ганаша мы готовили ганаш на темном шоколаде так как он более стабилен и медленнее то чем ганаш на белом шоколаде шоколад растопился сливочное масло обязательно должно быть очень мягким можно оставлять на несколько часов в теплом помещении либо на низкой мощности подогреть импульсами в микроволновке как это сделали мы но тут также очень важно не перегреть температура растопленного шоколада 32 градуса температура масла около 20 градусов теперь соединяем две массы можно вымешивать лопаткой либо миксером на низкой скорости но не нужно взбивать вот такой консистенции получается ганаш в холодильник его ставить не нужно работаем сразу же после приготовления достаем один из ярусов торта и начинаем покрывать сразу тонким слоем ганаша обратите внимание что торт стоит на подложке которая на данный момент еще видно но в процессе выравнивания торта она полностью скроется использование подложки обязательно в нее будут потом упираться опоры нижнего яруса по консистенции ганаша сразу достаточно жидким но на тортике начинаем загустевать и в момент разглаживания крема шпателем приобретают уже удобную плотность для работы но и в помещении в котором мы работаем на данный момент было достаточно тепло и он не так быстро застывал если бы в помещении было прохладно думаю работать с таким ганашем пришлось очень быстро после выравнивания первого слоя убираем тортик в холодильник как только поверхность застыла можно наносить второй слой а пока приступим к другим ярусом точно также выравниваем и убираем в холодильник для застывания если в помещении достаточно прохладно и ганаш быстро схватывается на торте при этом вы не успеваете до конца выровнять поверхность можно металлический шпатель периодически опускать в горячую воду и выравнивать уже теплым шпателем так поверхность будет немного подтаивать и разглаживаться проще как видите мне обязательно выравнивать мягким ганашем верхний край торта можно подождать пока он застынет в холодильнике а потом срезать ножом лишнее так край получается более четким и угловатым данный ганаш можно использовать только для покрытия торта для начинки он не подойдет так как после застывания имеет очень плотную текстуру и нарезать торт с таким ганашем внутри будет тяжело и итак у нас выровняно уже четыре яруса пока они охлаждаются приступаем к мастике для этого необходимо хорошо вымыть поверхность стола чтобы нигде не осталось крупинок шоколада мастику используем сладкий шелк на весь торт ушло около двух с половиной килограмм очень хорошо разминаем небольшими партиями и добиваемся мягкости если мастику плохо размять она будет рваться и работать с ней будет неудобно стол и руки припыляем от липкости кукурузным крахмалом чтобы добиться четких углов верхней поверхности торта будем выполнять обтяжку не совсем классическим способом сразу раскатываем и вырезаем круг равный диаметру нашего яруса разглаживаем утюжком и при помощи линейки отмеряем серединку для того чтобы мастика прилипла к поверхности торт спрыскиваю обычной водой вот таким образом одеваю на ось мастику и начинаю утюжком подтягивать чтобы не оставалось свободного края торта без мастики затем разминаю следующие уже побольше кусок мастики и раскатываю его кстати в качестве скалки используем трубу которые приобрели в строительном магазине если вам нужно раскатать огромный кусок мастики такие трубы можно приобрести различного диаметра и просто отрезать по длине необходимую вам раскатываем кусок мастики такой длины чтобы хватило обернуть торт периодически нужно проверять чтобы высота пласта мастики не оказалось меньше высоты торта толщина мастики должна получиться около 4 миллиметров чтобы раскатать нужной длины кусок мастики можно взять ацетатную пленку обернуть ее вокруг торта и раскатывать мастику по длине ацетатной пленки все лишнее отрезаем и делаем четкий край поверхность торта спрыскиваю водой для скрепления с мастикой раскатанный пласт мастики закручиваю рулон на скалку и аккуратно прикладываю к торту вот таким образом если скалка будет потолще то вам будет более удобно обкручивать мастику вокруг торта лишнее на шве отрезаю скальпелем и хорошенько прохожу торт и сам шов утюжком стараясь максимально разгладить все неровности шов при разглаживании оказался почти незаметным верхнюю часть мастики также отрезаю скальпелем такой способ покрытия позволяет добиться четкости углов торта и избежать заломов нам не нужно было добиваться идеально ровной поверхности так как я раз будет полностью покрыт декором поэтому сильно не разорвали мастику итак первый ярус готов отправляем его в холодильник и приступаем к следующему все ярусы покрыты мастикой и теперь приступаем сборке торта обязательно нужны опорные палочки между ярусами купить их можно в кондитерских магазинах диаметр таких опор около пяти миллиметров также можно использовать и вот такие пластмассовые трубочки но для тяжелых тортов особенно на нижние ярусы все же лучше брать деревянные вставляем опору в торт до упора и аккуратно карандашом помечаю место окончания торта лишние отрезаем ножом пилкой и так делаем с каждой опоры так как торт покрыт мастикой и и достаточно тяжело пробить тупой опорой проделываем дырочку в мастике сразу иглой а потом вставляем опору при сборке ярусных тортов очень важно чтобы опора не выходила даже на миллиметр за пределы торта вот в таком случае лучше ее достать и подкоротить иначе произойдет не плотное прилегание следующего яруса к поверхности и вся надежность конструкции окажется уже не такой надежный опоры нужны для того чтобы вся тяжесть последующего яруса не приходилось на нижний торт а распределялась на опоры которые упираются в подложку верхнего яруса на нижний ярус потребовалось 5 опор теперь все лишнее убираю и обязательно наношу скрепление между ярус так как у нас мастичное покрытие в качестве скрепления будет белый шоколад если бы поверхность была кремовой то в качестве скрепления был бы крем которым покрыт торт аккуратно насаживаем следующий ярус если вдруг испачкать поверхность мастики шоколад все легко можно убрать при помощи водки если бы в качестве ганаша использовался белый шоколад то конечно это не было бы так заметно на белой мастике но напомню у нас условием было чтобы торт длительное время стоял при комнатной температуре поэтому использование темного шоколада было перестраховкой для нас на верхний ярус потребовалось 4 опоры также промазываем между ярусами шоколадом и насаживаем следующий ярус и то же самое делаем со следующим ярусом кремовые ярусные торты на 2 3 5 ярусов мы делаем по такой же технологии и так весь торт собран убираем его в холодильник для охлаждения а пока покажем процесс приготовления декора вообще все элементы для декорирования лучше подготовить накануне чтобы избежать лишнего стресса если что-то будет не получаться начнем с цветка его мы сделали за день до выполнения тортом на изготовление такого цветка ушло около трех листов тонкой вафельной бумаги формата а4 также понадобится какая-нибудь круглая форма в нее потом будет вкладываться лепесток для придания ему формы кисть с водой флористическая лента проволока двух диаметров вот такая тонкая номер 28 и потолще к сожалению упаковка от нее не сохранилась сейчас нужно будет сделать головку цветка для этого я скручиваю вот таким способом две проволоки потолще небольшое количество вафельной бумаги нужно намочить водой чтобы она размякла и из нее можно было сформировать основание бутона у нас всегда остаются остатки бумаги другого декора который делали ранее его можно использовать для вот таких целей сверху закрываю основание ровным листом и вот таким образом можно подвесить для посыхания буквально на минут 15 поверхность основания после высыхания будет оставаться слегка липковатой пока приступим к вырезанию лепестков изначально можно нарезать пару полосок одинаковой ширины и поделить примерно на одинаковые прямоугольники около 400 метров высотой начинаем вырезать лепестки абсолютно хаотично без применения трафаретов можно вырезать по одному а также сложить сразу несколько кусочков вафельной бумаги и вырезать все побыстрее если хотите вырезать при помощи трафарета можете ввести поисковике пион трафарета лепестков или роза трафарета лепестков таким образом можно найти трафареты под любой нужный вам цветок мы вырезаем хаотично 7 8 лепестков примерно одинаковой ширины и высоты смачиваем водой поверхность лепестка и прикладываем к основанию бутона накладывая один лепесток на другой обратите внимание что при нанесении воды вафельная бумага деформируется в одну сторону и я прикладываю лепесток к основанию сухой стороной бумаги нужно чтобы лепесток своей закрученной формой закрывал основание бутона теперь нарезаем прямоугольники более широкие и повыше чем предыдущие на этот раз вышло 6 лепестков если вам нужен будет более объемный цветок тогда размер и количество лепестков нужно будет увеличить с каждым разом размер лепестков немного увеличивается тут уже необходимо придать более объемную природную форму выполняя защипы края лепестка пока лепесток еще влажные аккуратно формируем бутон далее вырезаю уже более объемные лепестки и после чего выполняю все те же действия аккуратноmieч Nintendo я наемную историю наверное ранs и г г г Продолжение следует... На выходе получилось что-то среднее между пионом и розом. Далее покажу, как сделать листики. Также вырезаю хаотично, но тут уже нужно сделать пары идентичных элементов, так как они будут склеиваться между собой. Наношу воду на внутреннюю сторону листа. Прикладываю тонкую проволоку и сверху нужно накрыть вторую половинкой листа. Для выполнения листиков использую более тонкую проволоку, тогда они получаются аккуратными. То, что остается лишнее по краю листа, нужно отрезать. Теперь формируем готовые листики в композицию. Основание цветка я закрываю тонким кусочком флористической ленты, обкручивая вокруг проволоки. Теперь нужно, чтобы цветок высох. На это уходит около 3-5 часов. Если хотите подготовить такие цветы заранее, можно сделать хоть за неделю. Только после полного высыхания положите цветы в плотно закрытый контейнер, либо в пакет. Приступаем к объемной текстуре торта. Изначально казалось, что данный процесс прост. И сейчас быстро прицепим все полосочки и приступим к следующему декору. Но на самом деле данный этап очень кропотливый и занимает много времени. Поэтому учитывайте это при декорировании и делайте заранее, чтобы все успеть. Изначально нужно просто нарезать полосочки шириной около 1,5 см. Не нужно, чтобы они были идентичны, одинаковые и ровные. Высота, как видите, разнится плюс-минус 2 см. Данный вид декора можно крепить на мастику и на ганаш. На кремовом покрытии вафельная бумага растает. Для прикрепления вафельных полосочек к мастичному покрытию нужно в декор гель добавить водку в соотношении 1 к 1. Наносим широкой кистью на мастику и аккуратно, поочередно крепим вафельный декор к поверхности. И таким образом заполняем всю поверхность яруса. Изначально полоски пробовали крепить просто на воду и на водку. Но бумага недостаточно крепко держалась на поверхности. А при добавлении декор геля полосочки стали держаться значительно лучше. И такое крепление отлично пережило транспортировку и ничего не отлетело. Теперь приступаем к таким вот рюшам. Их делать очень просто. Нужно вырезать равных размером квадратики. Смазываем центр водой. С одной стороны можно немного увлажнить и обратную сторону. Это уже будет зависеть от плотности вашей бумаги. Нужно, чтобы она стала эластичной и складывалась в такую рюшу. Если бумага рвется и трескается, значит вы недостаточно ее увлажнили. Но чаще всего рвется и трескается плотная бумага. Поэтому для данного декора используем тонкую бумагу. Вот таким образом. Делаем много цветочков. Увлажнять, кстати, в итоге было очень удобно с помощью распыления из мелкого поливизатора. Так намного ускоряется процесс. Данный декор пробовали делать накануне. Но он после высыхания становится твердым и хрупким. И его неудобно крепить к торту. Поэтому лучше делать такие рюшу уже сразу в процессе украшения торта. Крепим их к торту. Также при помощи декор геля и водки. Но можно было крепить и с помощью шоколадной белой глазури. На крепление всего вафельного декора к торту было потрачено около двух с половиной часов. Вставляем вафельный цветок в подходящее место. Для мерцания можно распилить мерцающий кандурин. Вставляем акриловый топпер с инициалами молодожен. Такие топперы заказываем у мастеров по акрилу. Торт готов. Теперь отправляем его в холодильник минимум на 3 часа перед доставкой. Перевозим торты в багажнике на ровные поверхности. Обязательно включаем кондиционер. Также для таких тортов можно приобрести коробки в кондиционерских магазинах. Мы стараемся всегда брать про запас. Так как такие большие коробки не всегда бывают в наличии. Напоминаем, что в описании под видео мы всегда оставляем полезную информацию для вас. И все необходимые ссылки. Также у нас есть инстаграм, где мы выкладываем работы и публикуем новости. И в ближайшее время будут доступны для покупки отработанные наши рецепты и способ перерасчета рецептуры под нужный вес и размер свадебного торта. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Если данный ролик был вам полезен, не забывайте поставить лайк. А мы желаем вам успехов. С вами были сестры. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok